всем привет с вами серж сайт soul finder и сегодня после небольшого перерывчика мы продолжаем студию нас вы уже видите кроссовки пола джорджа вот такой логотип для него придумала компания nike pg1 и не просто кроссовки прототип прототип этой модели первые скетчи появились достаточно давно интернете все их видели и первая расцветка должна была появиться в марте называлась bait такие они темно-синие с желтеньким все как полагается для кроссовок игрока индианы и тут вдруг бабах на 25 февраля наметили релиз расцветки которая была основополагающей так скажем первые скетчи были черном цвете и найки решили выпустить их и это не просто выпуск это quick strike быстрый удар молниеносный ограниченная серия и если обычный quick strike это просто непонятно что до ограниченная серия насколько она ограничена мы не знаем но касаемо пол джордж 1 вышло всего 12 тысяч пар вот таких кроссовок вот в такой расцветки 12 тысяч пар и на пятки они все пронумерованы это пара номер 4885 из 12000 это достаточно маленькое количество для мира с другой стороны пока не так много фанатов если бы это были какие-нибудь джорданы пронумерованные их бы скупили сразу а так пока они еще где-то есть это не единственная циферки на кроссовках здесь зашифрован так скажем первые три цифры это индекс родного города пол джорджа дальше 90 это год рождения 317 индекс спортивная арена его домашний в общем индексы индексы американские но вот это вот ограниченность 12000 пар это конечно такой хороший рекламный ход сейчас и все быстро скупили за копейки а потом будут пытаться продавать за много миллионов долларов хотя маловероятно что кому-то нужны будут кроссовки ну в общем посмотрим сейчас немножко отойдем от такой первичной лирики и в целом вот глядя на эти кроссовки я могу сказать что я их уже видел ранее и первые такие впечатления для меня были достаточно такими неоднозначными я смотрел на эти кроссовки и понимал что скопировали сами себя 13 лет назад продажу поступили такие кроссовки они назывались nike zoom drive и кроссовки zoom drive их 2004 по четвертом пятом году активно использовал стив нэш дирк новицкий в общем ребята которые были у истоков низкой обуви и те кроссовки зум драйв они они имели еще одну очень интересную штуку но они и мы поговорим чуть позже чуть позже также мне данная модель в данной расцветке напоминает зум б.б. ну в области 5 посмотрите зум б.б. такой подъем достаточно высокий пятка расширенная и замши и петля зум б.б. однозначно давайте сейчас чуть-чуть поговорим о технической составляющей этой модели а дальше вернемся к такому light общению так эта расцветка выполнена из натуральной кожи посмотрите это натуральная очень хорошая приятная на ощупь кожа носовая часть это синтетика текстиль то есть эта сеточка просто и с внутренней стороны она запаяна материалом гиперфьюз для большей прочности прочности как трения так и если кто-то приземлится но это конечно не спасет вас от 150 килограмм каких-нибудь эйрмаксах небольшой захлёст на носовой части от подошвы достаточно заметный такой выступ двухъярусный в области пятки тоже уплотнение и тоже захлёст задней стороны и с внутренней стороны с внутренней стороны даже подошва вылезает на кроссовок чтобы создавать максимально большую площадь сцепление липучка липучка это то самое что проводит прямую параллель между зум драйв 2004 года и пиджи ван прототип но не только прототип посмотрите на липучки нити fly wire у хотя это просто нейлоновые нити уже стали на них крепится липучка липучка передней части вообще решение достаточно спорное потому что это может просто передавливать ногу насколько сильно это фиксирует если у вас область пятки остается свободной это я точно не могу сказать но решение вот с этими нитями посмотрите какое они вроде как бы зафиксированы с одной стороны с другой стороны имеет небольшой люфт и вот под таким натяжением вы можете зафиксировать посмотрите вот этот небольшой но не залом но домик появился после того как я потянул потянул липучку сильно шнуровка достаточно короткой 4 петли но при наличии липучки мы можем ее расширить шнуровку еще на 2 то есть 6 петель ну так утрированно для кроссовок низких это более чем достаточно еще раз логотипчик пиджи один петля для удобства надевания внутренний мир кроссовок на втором в передней части имеется баллон зум как и полагается он ограничивает эту модель в области пятки просто пена ничего снова логотипчик приятный такой переливающийся хамелеон цвет подошвы фиолетово-голубой мультиколор близкий к радужному сушь пол джордж когда обсуждалась с ним эта модель он говорил что хотел всегда хотел низкие кроссовки потому что всегда старался выступать в низкой обуви и был очень удивлен когда наики утвердили эту модель на финальный дизайн она ему очень понравилась в какой-то момент но он не рассчитывал на то что именно она пойдет дальше доставил второй подготовленный башмачок посмотрите у нас имеется внутренний сапожок внутренний сапожок он не отдельно стоящий он прошит где-то в зоне середины сапожка и здесь пришита вся область шнуровки то есть это как бы такой относительный сапожок но тем не менее внутри автограф и все достаточно плотное наполнение на ноге они сидят ну так серьезно серьезно фиксируют при этом нет нет излишней так скажем кондовости потому что это все же бюджетные кроссовки и сам пол джордж какой-то момент сказал что не хочет на старте а может быть вообще не на старте иметь кроссовки которые будут дорогими и молодежь не сможет приобретать 150 долларов в америке это большая цифра ну там всегда плюсует еще налог поэтому он хотел чтобы это были кроссовки доступные и как любая модель так скажем бюджетная они стоит кстати в америке 110 баксов как и модель бюджетная она идет на старте карьеры игрока когда он получает именно обувь первые они все же такие лайтовые идут вот дальше развитие как допустим у дюранта может пойти в гору и дойти там на 200 баксов хотя первые четыре модели стоили 88 долларов и первые кроссовки кино дюранта был полный отстой сейчас неполит корректно выразился они были достаточно деревянные и не подходили под общий уровень удобной обуви на тот момент перефразировал но у меня были дюранты 1 и они очень сильно натирали ногу так вот пол джорджу сделали первые кроссовки которые все же не такие уж бюджетные как он хотел по составляющие а вот по цене они остаются бюджетным цена в россии 8 тысяч 190 рублей но это достаточно неплохо если топ-селлер кайри 3 стоит сейчас 8 990 то есть на 800 рублей дороже но это я беру сейчас в через два дня после релиза это 20 какой 7 февраля 2017 года и если вы так задуматься над карьерой пола джорджа который там около пяти шести лет играет в нб и его травма это вообще даже не знаю как как описать это жесть как есть и что он вернулся после этого и его показатели они выше чем в среднем по лиге он молодец у него хорошая такое может быть не супер светлое будущее в плане игрока nba но тем не менее он много может добиться и nike отложили на год выход этой модели должна была выйти еще в шестнадцатом году то назад но травма и вернется или не вернется как вернется тоже было важно но вернулся как будто ничего и не было просто стал сильнее парень и вот эти кроссовки в марте должны появиться массово в россии будет на старте в первый в первый сезон минимум три цвета ну и если будут такие quick strike это может быть будет и больше друзья с вами был сердце of finder если вам понравился этот обзор забросайте нас лайками подпишитесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей на этой неделе вас ждет еще кое-что интересное нет это небольшое интервью у вас есть еще день-два для того чтобы позадавать вопросы в нашей группе вконтакте но также будет интересно оставайтесь с нами до новых встреч